Пока Нинтендо ходила пешком по рынку портативок и вовсю его захватывала, а пираты доедали за ней крохи с барского стола, многие пытались создать достойного конкурента Геймбою. Первой в этом нелёгком деле, конечно, была компания Сега. Ей-то только да и повод сразиться с большой Н. И что самое интересное, её приставка Game Gear смогла отвоевать своё место под солнцем. О ней и паре её менее удачных коллег сегодня расскажут сценарист Максим Астанин, диктор Антон Киреев и монтажёр Денис Захарьев. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления. А мы начинаем! Глядя на успехи оригинального Геймбоя, многим хотелось, если не превзойти его, то хотя бы повторить. В то время как пираты делали это единственным способом, который они знали, коллеги Нинтендо по цеху шли на разные смелые эксперименты. И перед тем, как мы перейдём к старым добрым консольным войнам, думаю, стоит кратко проехать по паре почётных упоминаний. Тем более, что ненависть к Нинтендо была далеко не только сеговским развлечением. Например, столь же тёплые чувства чуть ниже спины компания испытывала Atari, в те времена всё ещё пытающаяся снова стать великой. Ей повезло споткнуться о компанию Epyx и её прототип к портативке под названием Handy. Прототип был многообещающим – один 16-битный процессор с возможностью как угодно вертеть и масштабировать графику, чего стоил. Нюанс был в том, что у Epyx не было денег на то, чтобы доделать прототип, но и в принципе дальше работать. А тут Atari такие «заткнитесь, возьмите наши деньги», а приставка теперь называется Lynx. Atari Lynx, конечно же. Она выкатилась на американский рынок в октябре 89-го года, то есть всего спустя два месяца после геймбоя. Говоря кратко, она уделывала нинтендовский кирпич во всём, начиная от мощности и заканчивая скоростью пожирания батареек. Казалось бы, почему тогда про геймбой? Я вон какие песни пел, а на Atari Lynx отдельный выпуск зажал. Дело в том, что пусть приставку назвать коммерческим провалом можно разве что для Epyx, которым и так было плохо, огромного успеха она всё же не достигла. Пользователи посмотрели на большую цену за Lynx с не самыми лучшими в мире играми и притвочли не такой технологичной, но куда более весёлый монохромный кирпич. На этом моменте вы можете задать закономерный вопрос. Что за кликбейт такой, причём тут Lynx, если обещали Game Gear? Не переживайте, сейчас всё будет. Рассказ про Lynx мне нужен был для иллюстрации двух моментов. Во-первых, что конкуренция с геймбоем была, причём даже на старте его жизненного цикла. И во-вторых, что одной мощности цветного экрана и прочих приятных преимуществ было недостаточно, чтобы на равных бороться с Nintendo. И когда в коварных умах работяг из Сеги проскочила мысль, что неплохо бы влететь и на портативный гейминг, они прекрасно понимали опасность положения. Но желание уделать Nintendo на их же территории было слишком велико. Так что инженерам поступила задача сделать лучше, круче и вообще, чтобы геймбой хотелось выбросить. Дело было в конце 80-х годов. Mega Drive только-только вышла и была слишком мощной, так что для запихивания в портативку больше подходила предыдущая сеговская консоль — Master System. Помимо прочих плюсов, это позволило разработчикам легко создавать или даже портировать существующие игры под уже известную им архитектуру. Разработка получила название Project Mercury, и под зловещий смех больших шишек из Сеги работа закипела. Как вы можете помнить из моего рассказа про феномен Соника, противостояние с Nintendo подстёгивало инженеров и дизайнеров продумывать свои творения от и до. Советую посмотреть, само собой. Здесь тоже прослеживается этот момент. Game Boy щеголяет монохромным экраном? Фигачим цветной дисплей с разрешением в те же 160 на 144 пикселей. Портативка Nintendo выглядит как кирпич в стиле NES? Пусть Game Gear будет сделан в духе геймпада Mega Drive с обтекаемыми и удобными формами. Даже вес подгоняли так, чтобы он был посередине между Game Boy и Atari Lynx, на который тоже одним глазом посматривали. В общем, это был ещё один представитель времён, когда Sega действительно парилась о своих продуктах. А раз так, то о маркетинге тоже стоило озаботиться. Сначала, само собой, пытались выехать на технологическом преимуществе. Но Atari Lynx — свидетель, что само по себе это нерешающий аргумент. Так что Sega вернулась к уже проверенной тактике. Точно так же, как Mega Drive показывали домашней игровой приставкой для крутых, Game Gear начали позиционировать как чёткую молодёжную портативку. И ладно ещё в Японии, это просто на словах говорили. В Америке творился классический рекламный трэш из 90-х. Например, в одной из них юный актёр Итан Сапли сидит с геймбоем, бьёт себя по голове, внимание, дохлой белкой. А закадровый голос такой? Ну ты чё, просто купи цветной Game Gear. В другой Sega такая. Не, ну если вы дальтоник или у вас 12 IQ, то в принципе вам без разницы, на чём играть. Надо ли говорить, как сильно подгорело у Nintendo. В итоге Game Gear завалился на японский рынок 6 октября 90-го года, а на американский — в апреле 91-го. И вот, вроде всё хорошо. Приставка мощная, пиар делает своё грязное дело. Что же могло пойти не так? Прежде всего, вновь всплыла вечная проблема батареек. Здесь их требовалось аж шесть вместо четырёх для геймбоя, а значит, за новыми в магазин нужно было нестись уже через 3-4 часа игры. Не многочисленные, но возникавшие аппаратные ошибки на старте продаж тоже испортили впечатление от модного и крутого Game Gear. Ну и игры, конечно. Куда без этого. Стартовая линейка приставки была такой, что поводов брать это устройство в первый день просто не было. В Японии покупатели получили аж три игры, причём ни одна из них не была на уровне Super Mario Land. Первый из них — это головоломка Колумбс, выступавшая местным аналогом Тетриса. Игроки должны были соединять цветные блоки в вертикальной, горизонтальной или диагональной линии. Из-за того, что фигуры были всегда вертикальными, а менялся лишь порядок блоков в них, игра была менее динамичной, чем её побратим. Второй игрой стали автогонки Super Monaco Grand Prix. Для своего времени они были вполне неплохими, но тогда рейсинги сами по себе были далеко не Need for Speedами. Так что и это на System Seller не тянуло. Ну и третья игра называлась Pengo, или Pengo... хрен его знает. В ней игрок бегал по лабиринту за пингвинчика, толкал части этого лабиринта и соединял вместе три специальных блока. Следом за ним носились другие пингвины по принципу Пэкмана. Если этот геймплей и сеттинг не вынесли вам мозг, то его с удовольствием добьёт жутко прилипчивая музыка. В США ситуация на старте была лучше. Лабиринт с пингвином остался японским эксклюзивом, а вместо него добавилось аж четыре игры. Сами по себе игры тоже стали побогаче. Начну с самого яркого представителя американской стартовой линейки. На Mega Drive выпустили отличный платформер про Микки Мауса Castle of Illusion, и Game Gear обзавёлся его собственной версией с тем же названием. Геймплей остался примерно таким же, как в оригинале и в большинстве платформеров того времени. Микки бегал по красочным локациям, прыгал на врагов, кидался в них всем подряд, и всё во имя спасения Минни Маус от злой ведьмы. Естественно, при переносе игра стала чуточку скромнее по графике. Но это вы сейчас смотрите ролик, возможно, на большом экране. А тогда на крохотном дисплее Game Gear это было отличной картинкой. Особенно хорошо игра выглядела в рамках стартовой линейки. Это уже не пингвин в лабиринте, а весёлый платформер по тогда ещё чего-то стоящей лицензии Диснея. Впоследствии на обе консоли вышел «Духовный наследник замка иллюзий». Он назывался Land of Illusion и обзавёлся кучей новых геймплейных фишек в свою формулу, а версия для Game Gear считается одной из лучших игр платформы. Из других стартовых игр был порт Wonder Boy с Master System. Он получил название Revenge of Dranken. Вы же, скорее всего, вспомните другую версию этой игры под названием Adventure Island. Ничего нового в ней не было. Пацан с топорами всё так же нёсся спасать свою подружку и сжирать всю еду на своём пути. Но игра работала хорошо и на том спасибо. Другим портом в стартовой линейке оказался G-Log Air Battle, тоже приехавший с Master System. Это авиасимулятор, от которых на приставках в то время не слишком много можно было получить. Летаем от первого лица, стреляем во врагов, наслаждаемся пиксельными видами. И последнюю стартовую игру портативка тоже донашивала от старшего брата. Это Psychic World — 2D-экшен про девушку с пси-пушкой и экстрасенсорным шлемом. Игралась на самом деле так же неплохо, как и звучало. Куча разных способностей, красочные подземелья и внушительные боссы создавали хорошее впечатление даже после переноса на портативку. Но даже эти вполне неплохие игры, во-первых, были лишь портами или переносом игр, которые фанаты Сеги уже видели, и во-вторых, не были чем-то в духе уникального Марио для приставки. Это стало еще одной причиной, почему приставка не влетела с ноги на рынок, а впоследствии не уделала Game Boy даже со всеми технологическими преимуществами. Однако забоевать приличную часть рынка приставка все же смогла. Да и крутых игр на нее впоследствии довезли. Так что не переживайте, о хитах я сегодня тоже расскажу. Например, о нашем Бусти. Это определенно стоящее вашего внимания место. Вот вам понравился недавний ролик про моды для Дума. А на Бусте есть его вторая часть с модами, которые на Ютубе не покажешь. Вот честно говорю, вот от себя, вот как от диктора Антон сейчас говорит. Я, значит, озвучивал его. Это был просто ор выше, блядь, гор. И это надо смотреть, это просто нечто на самом деле. И там еще полно таких. Кроме того, расширенная подписка дает возможность попасть в чат с нашей командой или даже на подкасты с нашими авторами. Все это ждет вас по QR-коду на экране или по ссылке под роликом. Итак, главный вопрос по играм на приставку от Сеги. Что там с Сониками? Несмотря на то, что по необъяснимой причине беззарные приключения синего ежа не стали частью стартовой линейки, серия чувствовала себя на Геймгире прекрасно. Причем восьмибитного Соника делали изначально именно для портативки. Но первый свет увидела версия для Master System. В любом случае это был все тот же платформер, что и на Мега Драйв, но в рамках возможностей восьмибит. Игра получила часть переработанных уровней и часть уникальных. Основные способности ежа те же, что и десятки игр спустя, как и цель в виде слишком длинного носа и усов доктора-работника. Всего же для Геймгира вышло аж 12 ежиных игр, включающих в себя сиквел восьмибитного платформера, Соник Дрифт и его продолжение для тех, кому идея засунут Соника в машину не кажется странной, две игры про Листенка Тейлза и еще всякое помелче. Помру, если не расскажу вам про Ганбаре Горби. Это сюрреалистичная игра, в которой Михаил Горбачев лично отправляется на местные фабрики и обеспечивает голодной массой необходимыми товарами, в которых они отчаянно нуждаются. В частности, это еда, лекарства и, конечно же, новенькие Геймгиры. Большой популярностью пользовалась игра Gunstar Hero. Это порт одноименной 16-битной игры с Мега-Драйва. В ней игрока закидывали в динамичный экшен с ран-н-гановым геймплеем, кучей объектов на экране и разными эффектами. Глядя на происходящее, даже сложно представить, как все это влезло в Геймгир. Особенно заставляют прифигеть боссы, которые, конечно, были скромнее своих Мега-Драйвовских аналогов, но в сравнении с теми же машинами работника в 8-битных Сониках были на голову круче. Из портов еще хочется вспомнить шикарно перенесенную с Мега-Драйва серию Street of Rage. Само собой, разработчикам пришлось пойти на жертвы и, например, выпилить одного из трех игровых персонажей в первой части. Но в целом игры выглядели как уменьшенные версии своих 16-битных оригиналов. Игроки все так же весело навешивали виртуальных тумаков в разной криминальной шпане, дрались трубами, стеклянными бутылками и прочими подручными мусорными штуками, а главное, избавляли улицы от преступного синдиката. Больше того, с использованием соединительного кабеля с названием Gear to Gear можно было играть в кооперативе, как и в приличное количество других игр. А раз и тут был свой линк-кабель, то время поговорить про аксессуары консоли. Благо, их здесь было поменьше. Не считая разных переходников, аккумуляторов, очередных Game Genie и увеличительных стекол на дисплей, из интересного можно вспомнить TV-тюнер. Он втыкался в консоль, после чего пользователь зачем-то мог поймать телевизионный эфир на крохотный экран приставки. Больше бессмысленности аксессуару добавлял тот факт, что Game Gear с ним расходовал батарейки еще шустрее. Впрочем, вспоминая, как Sega во все стороны выпендривалась цветным дисплеем, количество вопросов уменьшается. Было аналогичный геймбоевскому экзоскелет под названием Handy Gear. Самое важное в нем – компания, выпустившая аксессуар. Дело в том, что аббревиатура STD для англоязычных звучит примерно так же, как для нас звучало бы ООО ЗППП. Еще упоминание стоит Master Gear – переходник для картриджей с Master System. Если вдруг порт чего-либо не дополз до портативки, а поиграть хотелось, то с помощью переходника картриджи со старшей консоли могли запуститься и тут. Напоследок накину загадочность в виде Game Gear Car Antenna. Это некая приблуда, которая использовалась с ТВ-тюнером, прикреплялась к машине и делала... что-то. Информации по этой штуке смертельно мало, а перевод текста с коробки не сильно помогает. Вроде как она усиливает ТВ-сигнал, но как и при чем здесь машина? Кто бы ее знал? Что же в итоге? Можно сказать, что у Сеги не получилось пошатнуть портативное величие Нинтендо на рынке. Мало того, что у самой Game Gear были перечислены проблемы, так еще и политика Нинтендо в отношении разработчиков мешала обзаводиться крутыми играми. Но несмотря на все трудности, Сега как минимум добилась определенного успеха. Game Gear потихоньку сдулась, но оставила заметный след в индустрии, притом даже не коричневый. Как минимум об этом говорит тот факт, что игры с нее позже перенесли на Нинтендо 3DS, а саму приставку в 2020 году переиздали в виде Game Gear Micro. Это была очередная микро-ретро-консоль с всего лишь четырьмя вшитыми играми. Переиздали даже увеличительное стекло для экрана. И раз такое существует, значит оно кому-то было нужно. Переиздание типа Micro Atari Lynx, например, я что-то не припомню. Сега впоследствии попыталась еще раз заскочить на портативный рынок. Сначала у них были мысли о портативке с сенсорным экраном. Идея даже дожила до портатива с названием Sega Venus. Но сенсорные экраны в те времена были еще молодой и дорогой технологией, так что решили посмотреть в другую сторону. В другой стороне оказалась приставка Mega Jet, версия сеговской 16-ти битки, предназначенная для телевизоров в японских самолетах. Инженеры посмотрели на нее, сказали «Хмммм». И выпустили 13 октября 1995 года портативную версию мега-драйва под названием Sega Nomad. И знаете чё? Она снова жрала батарейки, как не в себя. К тому же Sega рвалась на части, пытаясь поддерживать на рынке Mega Drive, Sega CD, 32X, еще не остывший Game Gear, будущий Saturn и наверняка что-нибудь еще за кулисами. Так что у Nomad еще и нормального маркетинга не было. А это на секундочку была портативка с возможностью подключения к телевизору за кучу лет, дайте к ваших PSP и Switch. В итоге Nomad, несмотря на действительно мощную начинку и возможности, стала одной из самых плохо продаваемых портативных систем в истории гейм-дева. В свою очередь, это говорит нам, что определенные моменты у Game Gear все-таки сделали правильно. К сожалению, Sega больше не пыталась снова влететь на рынок портативных приставок. Да и многие другие смелые попытки отобрать кусок пирога у Nintendo встречали множество трудностей и неудач. В итоге я бы сказал, что какой-никакой успех Game Gear в те времена и в тех условиях это действительно крутое достижение. На сегодня все. Можете лететь под ролик, чтобы поддержать его пальцами, звоном колокольчика и вашими комментариями. Расскажите о том, была ли у вас какая-либо из сегодняшних приставок и понравившиеся игры с них. Пока ждете продолжения, с радостью встретим вас в наших соцсетях. ПК, ТикТок, Дискорд, Твич, Бусти, естественно, и, конечно же, Телеграм. А на следующей неделе поговорим о все еще олдовой, но куда более знакомой и близкой нам приставке Game Boy Advance. Скоро услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok